всем привет добро пожаловать на мой канал друзья надеюсь нам не помешает то что я записываю сегодня видео в машине я надеюсь звук будет нормальный и вообще все будет хорошо мне сегодня захотелось записать первое впечатление от за теста трех ароматов от украинского бренда это ароматы от бренда арборе тум если я правильно произношу я не знаю я показывала во влоге значит эти три пробника которые мне выслала анна шевчук это идейный вдохновитель бренда карен доуэ она предложила мне протестировать три аромата от еще одного украинского бренда которым я уже сказала арборе тум наверное так правильно произносить и парфюмер данного бренда влад зварыч вот таким вот образом выглядят значит и буклетики а собственно пробирочки и сейчас я буду пробовать вместе с вами и делиться своими самыми первыми впечатлениями я думаю это будет интересно и так конечно же начну с от этого замечательного аромата сирени на украинском языке сирень звучит как бузок здесь написано бузок вот и собственно с бузка мы и начнем сейчас нанесу себе на кожу и попытаюсь что-то вразумительное вам сказать свои первые впечатления ну достаточно странно значит что у нас здесь бергамот флёрдоранж не роли сердце у нас собственно сирень аккорд фиолетового и лилейного сирени лист фиалки ландыш аккорд воды я пытаюсь читать как бы переводя сразу свои головы что пирамида на самом деле написано на украинском языке я пытаюсь все это перевести на русский дальше у нас идет белый мускус масло розового дерева холодный ладан сандал это очень странный на самом деле аромат я здесь слышу отголосок какого-то бензина вот честно признаюсь это независимо от того что я сижу в машине и эта машина ездит не на бензине вот реально прям я ощущаю запах каких-то нефтепродуктов понимаете я не скажу что это противно нет я отношусь к тому числу людей которые любят запах бензина там лака краски вот это вот все я люблю поэтому мне нормально но носить это на себе достаточно странно как будто бы вот есть знаете момент ацетона такого знаете когда вот вот лак раньше мы стирали вот с ногтей да я наверное зачитаю описание все-таки на украинском языке для того чтобы было более понятно вот я думаю мои зрители с украины все прекрасно поймут сиринга так звали прекрасную нимфу яку покохав бог пан покровитель пастухов саме вона перетворилася на очеред з якого він зробив собі сопілку вдавнину з деревини бузку виготовляли сопілки вважалося що спів сопілки буде звінким та прозорим як аромат квітів які сповіщали про перемогу весни над зимною прохолодою середньовічних міста галичини гілка білого бузку була символом безмовної пристрасти в украине бузок росте в урочищах східных бескид на полынинському хребті та в верхних частинах басейнів речок ушла ториця реката стрий я не знала что из значит древесины да из сирени делали сопілки оказывается когда-то вдавнину тут написано но это прикольно на самом деле я слышу несмотря на то что здесь не заявлена эта нота тем не менее я слышу то ощущение что я слышу иланг-иланг такой немного жёлто-шуршавый какой-то аккорд слышу в этом значит аромате я совершенно не слышу сирени вот вообще но всяком случае той сирени которой вот мы с вами привыкли мой нос не улавливает нет такое ощущение что просто какие-то химические соединения вот типа бензина как я уже сказал что то вот такое и все это на подложке из иланг-иланга почему-то вот такой вот бузок был у нас номер один и сказать что мне понравился нет сказать что он меня впечатлил ну скорее да чем нет он интересный но он очень странный и мне кажется не носибельный совершенно аромат вот едем дальше дальше у нас порички порички это красная смородина как вы видите давайте нанесу на на эту руку так надеюсь этот будет получше первый меня как-то совсем я не очень люблю иланг-иланг хотя он здесь не заявлен но как-то вот не знаю о этот поинтересней к свеже цитрусовый а значит у нас в нотах бергамот помело а fleur d'orange не роли лимон он такой очень ярко цитрусовый на самом деле в сердце у нас аккорд красной смородины черная смородина белые цветы значит что тут у нас ландыши аккорд воды опять же ревень и камыш и в базе у нас белый мускус амброксант холодный ладан масло розового дерева опять же кедр этот аромат не нравится намного больше но он достаточно как бы вторичен понимаете да то есть он не уникален он очень похож на что-то еще это вот прямо цитрусы цитрусы достаточно приятные да на самом деле хороший я слышу здесь такой яркий лимон немножечко вот буквально чуть-чуть присыпанный сахаром сказать что я слышу смородину красную черную как здесь написано нет я слышу я сажу цитрусы свежесть такой очень такой летний свежак я бы сказал да неплохо я не знаю сколько стоят эти ароматы к сожалению если они недорогие то в принципе можно можно на лето такой ну вот летний цитрусовый свежак вот так так и последний у нас аромат а я хотела легенду еще прочитать или что здесь описание порычки одна из найдавнейших ягод украинского саду яка потрапала в культуру с карпатского региона с того часу сорти по речке карпатской поширились на полисе та в центральной украине в багатьох місцевостях неслухняна ягода втекла из дичавила выбираючи місця по над речками звезды и походить ее на народна назва в национальном эпосе ягоди по речке символом прикрашания радости и красе как таковых красных вот этих ягод я не услышала к сожалению вот цитрусы прям хороши не знаю сколько они долговечны будут на кожу что цитрусов знаете не имеет свойство быстро улетучиваться в общем последний аромат квит не знаю что за квит сейчас будем проверять нанесу наверно вот сюда ну вот знаете я протестировала в эти дни достаточное количество украинских ароматов и брендов и этот у меня скорее разочаровывает вот как ни печально мне это говорить но тем не менее меня вообще не впечатляют эти ароматы к сожалению точно так же с этим квитом происходит давайте ноты зачитаем бергамот помолов лордоранш не рали в сердце гальбанум белый цвет лист настурции ландыш лопух камыш аккорд воды в базе белый мускус холодный ладан ветивер кедр такой зелено мускусный парфюм на самом деле вот просто много зелени достаточно яркий мускус я как будто бы слышу пыльцу вот с этого цветочка момент это вот желтую пыльцу как будто бы прямо ощущая носами в общем и целом обыкновенный парфюм но мне даже как-то вы знаете вот если бы мне просто нанесли вот это вот вот этот аромат я вот не знаю что это где это просто нанесли какую-то жидкость ну вот я бы так и подумала что это жидкость но не парфюмерия понимаете к сожалению два бренда меня не впечатлила один из них это arboretum к сожалению и еще один вот к сожалению называются тоже я его тестировала наверное месяца два назад мне вообще не понравился но там пара ароматов не помню короче если вы смотрите регулярно мои видео вы наверное знаете значит зачитаю еще то это вот описание аромат присвяченный другому месяцу весны в часе квиты в час в часе квитня прокидаются земля вкриваючись зелом и квитом раскрытают и галявины и дебровы мне очень нравится мелодичный вот этот наш украинский язык очень люблю особенно когда достают забиты слова какие-то которые уже ну практически вышли из обеихода знаете это это круто вот поэтому даже как-то читать трудно розквитает галявины и дебровы а давние люди найбільш шанували цей месяц тому в різных куточках украины с любовью називали его цветы красы лелечник пустын капельник водолей то ж крапельку весны схованою флаконі можемо забраты на згадку с собой здесь опять вот есть этот момент какого-то иланг-иланга момент вот этой нефти какой-то переработки не знаю здесь не то где мне не понравилось друзья такая печалька меня мне часто пишут в комментариях вот что вы там нам советуете типа покупать украинскую парфюмерию она такая дорогая я вас вообще не призываю покупать украинскую парфюмерию я вам просто рассказываю о классных реально и не очень аромат так вы делайте выводы сами пробуйте сами и так далее я говорю свое мнение всегда честно и говорю о том что меня реально впечатлило мне очень понравилось я бы хотела иметь у себя а что мне не нравится да вот вы как бы смотрите сами я не знаю знаком ли кто-то из вас с вот этим брендом но мой мой вердикт это только мое субъективное мнение мне не нравится не зашло вообще ароматы вторичные и достаточно странно поэтому к сожалению вот такой мой вердикт как видите все по-честному печальное какое-то такое видео такой какой-то знаете негативно немножечко на негативной ноте я очень рассчитывала честно скажу на эти ароматы особенно на сирень но нет и нет нет и нет сиренью там и не пахнет для меня поэтому простите если вы знакомы напишите об этом комментарии спасибо что все-таки посмотрели это видео желаю вам чтобы ароматы вас не разочаровывали пускай вас будет классный альфакторные впечатления всем пока